В Одессе завершились масштабные боксерские соревнования. Турнир имени Бориса Литвака, который прошел на базе спорткомплекса Юрокадемии, собрал больше сотни юниоров, которые соревновали за звание лучших в нескольких весовых категориях. За три турнирных дня раскрылись новые таланты, а отечественная боксерская школа обогатилась новыми тактическими наработками. А главное, всей стране вновь напомнили о ее герое-меценате Борисе Литваке, дело которого продолжает жить. Подробности в нашем следующем сюжете. Натиск, азарт, решимость и скорость. Боксерские соревнования – лучшая возможность испытать себя, заколить тело и дух. Турнир имени Бориса Литвака собрал лучших юниоров страны. Несмотря на юный возраст, бои по накалу эмоций ничем не уступали выступлениям профи. Не обошлось без нокдаунов и нокаутов. Специалисты говорят, что турнир – это соревнование тактик, концепции разных боксерских школ. Знаково, что эпицентром этого спортивного торжества стал спорткомплекс Одесской юридической академии. Поддержку в организации международного турнира по боксу памяти Бориса Литвака на протяжении всех пяти лет оказывает лидер Украинской морской партии, почетный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Кивалов. Соревнования стали действительно значимым событием в спортивной жизни города и страны. Сегодняшний турнир, несмотря на то, что были карантинные меры, на то, что много команд не приехало, тем не менее, собрали достаточно большое количество участников. Было проведено все на очень хорошем уровне. И это показывает новый, абсолютно новый и замечательный уровень взаимодействия команды Национального университета Одесской юридической академии, команды Федерации бокса Одесской области. И вот этот симбиоз, это единое единение, это любовь к спорту, она, я уверен, что породит еще новые турниры. И мы в боксе, не только в боксе, но в принципе в спорте в Одесской области достигнем новых выступ. Это самые лучшие условия в городе, и не только в городе, в области в целом, и один из самых лучших площадок в Украине. Это реально европейские стандарты, на которых наши спортсмены получают колоссальный опыт. И для нас действительно большая честь проводить такие мероприятия в таких прекрасных условиях. И наши гости по достоинству оценили материально-техническую базу, на которой мы проводим наш турнир. Продолжают славную традицию благотворительности Бориса Литвака и современные одесские меценаты. Они говорят, что именно Борис Давыдович стал для них образцом великодушия и милосердия. Борис Давыдович воспитал не одно поколение титулованных спортсменов. Еще больше он воспитал честных и порядочных людей. Он учил любить свою родину, свой город. Делать добро тихо было основным принципом Бориса Давыдовича Литвака. Наблюдали за молодыми талантами и представители других видов единоборств. Профессиональные спортсмены говорят, что одобряют выбор юношей. Ведь бокс – основа боевых навыков. Техника рук боксерская, она всегда нужна в любом виде спорта, в бойцовском. Поэтому это личный опыт. Мы убираем рамки, мы берем самое лучшее. Любой спортсмен высокого класса может быть лучшее из всего. Я знаю примеры, когда профессионалы включают свою тренировку. Мы сейчас уже знаем, что они и бегают, и плавают, и борются, и даже танцуют, и некоторые даже поют. Несмотря на юный возраст, спортсменам победы давались непросто. За каждую приходилось отдать много сил. Для некоторых эти соревнования не первые, и накопленный опыт очень пригодился. Очень хорошее соревнование, я на них уже был два раза. Тоже первое место взял, получил лучшего боксера турнира. Очень хорошее соревнование. Долгий труд, тренировался очень долго. Два месяца готовился на турнир. Очень тяжело было. Но я достиг первого места, доволен. Нелегко далась победой молодому спортсмену из Умани. Парень говорит, что пришлось прямо в ринге исправлять свои ошибки и менять тактику подсильного соперника. Суперник очень сильный. Я сначала не ожидал, что он будет меня перебарювать. Но я потом переосмислил саму тактику и решил, что лучше перечекать его, пока он вымотается, а потом уже действовать саму. Переосмислил я за счет того, что у меня очень хорошие тренеры, что они меня перебарили с самого начала осмысливать тактику, даже под час боя. Такие турниры – настоящий клондайк молодых талантов. Именно здесь рождаются звезды мирового бокса. Правда, путь для этого предстоит непростой. Сейчас следующей ступенью для молодежи станет участие в национальной сборной, после которой открывается путь на профессиональный ринг. Юлиан Аксенов, Юлия Польнова, телеканал «Репортер».